В эфире Большая Страна. Здравствуйте, я Ангелина Грохольская, а у нас в гостях Олег Христенко, главный судья уникального образовательного проекта Moscow Workshops ICPC. Олег, здравствуйте. Добрый день. Только давайте переведем на русский язык. Moscow Workshops, это, я так понимаю, московские мастерские. Это что-то типа тренировочного лагеря, тренировочных сборов перед чемпионатом мира. Так, что за чемпионат мира? Чемпионаты мира по программированию, которые имеют тоже довольно давнюю историю. Российские команды уже много лет подряд в ИГО занимают первые места. Да. ICPC это... Это International Collegiate Programming Conference. То есть это международный студенческий чемпионат мира по программированию. То есть вы тренируете и воспитываете программистов, готовите к этому чемпионату. Да. Давайте мы сейчас продолжим, поговорим уже об этом более подробно. Да, да, да. ICPC. Международная студенческая олимпиада по программированию. Проводится под эгидой Ассоциации вычислительной техники с 1977 года. Соревнования зародились в стенах Техасского университета. Преимущественно в них участвовали команды вузов из США и Канады. В 2000-м первую золотую медаль получили студенты Санкт-Петербургского государственного университета. А если оценивать нашу сборную, вообще, не нашу сборную, наших программистов сейчас вообще, вот на мировом рынке, в мировой IT-сфере, какое это место? Ну, одно из ведущих мест, и с точки зрения, если посмотреть в крупнейших мировых IT-компаниях, очень многие позиции ведущих разработчиков – это наши специалисты. Кроме того, есть уникальные наши отечественные продукты, которые, кстати, созданы именно людьми, прошедшими Олимпиадой, даже финалистами, чемпионами мира. А что это за продукты? Например, знаменитые, всем известные ВКонтакте, то есть люди, которые стояли за этим и писали код, это первые российские чемпионы мира и первые в истории двукратные чемпионы мира. Я так понимаю, что наши программисты на высоком уровне, вы это уже подтвердили, а вот те легенды о русских хакерах, это правда получается? Ну, не надо, опять-таки, хакерство и спортивное программирование, академическое программирование – это совершенно разные вещи. Потому что в чемпионате мира по программированию люди соревнуются с задачами. То есть это, по сути дела, в большей степени математика, чем программирование, то есть алгоритмическое программирование, создают новые алгоритмы и так далее. Хакеры – это люди, которые пользуются уязвимостями. То есть они работают на стыке человек-программа и работают, соответственно, над ошибкой. Работают, чтобы использовать чьи-то ошибки, там, закрыть уязвимость, открыть уязвимость. Это целое отдельное… Каждый использует свои знания. Да, целое отдельное направление информационной безопасности, которое никакого отношения к чемпионату мира по программированию КСПС не имеет. Кто нас обгоняет? Китай и Польша, да? Учитывая, что начиная с 2012 года чемпион Минера последовательно становится только российской участием, в студенческом уровне пока что никто. Но инстанции, которые составляют конкуренцию, это очень сильные команды Варшавского университета в Польше. И это все большее… Очень сильно идет Китай. Причем в Китае не только университет Циньхуа, университет Джатон в Шанхае. Ну, про Польшу ничего удивительного. Факторы успеха России и Польши в спортивном программировании не более-менее одинаковы. Потому что, если мы смотрим начало 20 века, это эпоха знаменитых проблем Гильберта, то есть… Но основные прорывные достижения в математике – это польская математическая школа и русская математическая школа. Спортивное программирование. Спорт и программирование для меня, для дилетанта абсолютного, это вещи, которые стоят с разных сторон. Как это сочетается? А спорт и передвижение фигурок по доске для вас совместимы? А ведь шахматы имеют древнейшую историю, являются безусловным спортом, безусловным соревнованием. То есть это некий аналог, да, вот с шахматами можно привести? Аналог можно привести как бы с теми же шахматами, потому что это интеллектуальный спорт. Но артисты тоже соревнуются на конкурсах, но спортсменами не являются. Почему именно все-таки программисты – спортсмены? В соревновании артистов там оценка идет именно с помощью жюри, то есть люди оценивают какое-то мнение, то есть это именно конкурс, потому что это представительное субъективное мнение. В спортивном программировании же оценка происходит автоматически. То есть я считаю, что это спортивное программирование появилось ровно тогда, когда появилась первая тестирующая система автоматическая. То есть что такое-то? Как проходят соревнования? Допустим, вот это соревнование CPC. Это команда из трех студентов. Этой команде им дано 5 часов, 1 компьютер, и там от 8 до 13 задач. Ну, на последнем чемпионате мира было 11. И у них один компьютер, они должны разделить, как это задачи писать, после чего они начинают писать, написали программу и отправляют ее в систему для проверки. И эта программа, она запускается на подготовленных тестах, которые просто проверяют ее корректно. Автоматически. Прошла, не прошла. Это, собственно говоря, ну если посмотреть аналогию зрителя, это как стрельбы в биатлоне. Попал, не попал. Там уже объективно. Там есть ситем, попал, убеждай, не убеждай. И как только команда отправила задачу, она получает результат. То есть она видит, либо задача зачтена, и у нее есть уже как бы один балл, либо задача не зачтена, она может продолжать решать ее, или решать что-то еще. Именно это командный спорт, потому что в любом командном спорте нужны навыки, различия навыки в команде. Потому что есть совершенно разные способы, как эти команды комплектовать. Там можно взять трех равных людей, которые хороши в математике и в программировании. Можно взять одного математика, одного программиста, одного программиста, который делает действительно длинные, сложные задачи. Потому что система там, где-то студенческого американского спорта, NCA. То есть там человек, если студент два раза вышел в финал, все, он ветеран, он больше не может ехать в финал. И если там, ну, чтобы люди не оставались там на второй год, чтобы не превращался профессионализм в чистом. То есть это нормальная концепция студенческого спорта, которая в Северной Америке сильно развита. То есть у нас больше система спорта европейская, обычного спорта. Поэтому это как бы для нас, в их для страны, это ограничение. Но вот в целом, и поэтому как бы на финал человек может ездить только два раза. А правда, что участие в чемпионате платное? Собственно, в сам финал люди приезжают, им оплачивают гостиницу, все. Они оплачивают, университет, либо поддерживающие спонсоры, а как бы у любой команды сильной. Обычно всегда есть, и всегда появляются спонсоры из IT-компании, потому что, ну, надежда на то, что эти люди потом придут работать к ним. Ну, вы понимаете, что со всего мира стартуют где-то 30-40 тысяч студентов, а вообще начинают. А в финал выходят 140-150 команд. Вот это лучшая из лучших элита. И понятно, что как бы компания, оплатив поездку, она просто получит лояльность этих людей и получит шансы, что эти люди будут потом с ними сотрудничать. Много наших студентов, которые были участниками этого чемпионата, остались за рубежом, может быть, получили места в той же IBM? Вот с этого года генеральным спонсором IBM перестало быть, потому что люди шли, к сожалению, для IBM. Получилось так, что в последние годы наиболее сильные программисты шли, скорее, в другие компании. В Google, вот у нас в России аналог Яндекс. И сейчас у нас получается так. Ну, вот, если мы вот говорили про ВКонтакте, я продолжу. Создатели компании ВКонтакте, кода и вообще идея этого дела, это не только Павел Дуров, но его, Павел Дуров, он все-таки, скорее, гуманитарь, его брат Николай Дуров... ...чемпионами мира, Санкт-Петербургский государственный университет. И тогда это было впервые в истории чемпионата мира, когда человек стал два раза падать. То есть люди выиграли оба финала. Николай Дуров – это один из рекордсменов с точки зрения по школьным олимпиадам. У него были золотые медали школьные не только по математике, не только по информатике, но и по математике. То есть это... Ну и Андрей Лопатин, в частности, тоже. Сейчас он, кстати, Андрей Лопатин в России, тренирует команду Санкт-Петербургского государственного университета, проводит... То есть он тоже не ушел из... Точно так же... И то, что те люди, которые организуют эти сборы, проводят задачи, это бывшие участники, они остались в России, они работают сейчас и в наших проектах, и они остались в спортивном программировании. Но надо готовить следующее. То есть нужно как-то, каким-то образом удерживать людей именно в орбите образования, при том, что с финансовой точки зрения индустрия, естественно, предложит больше. То есть нужны педагоги, нужны преподаватели, тренеры, я не знаю, как... Да, нужны люди, которые могут выполнить функцию педагогов. И вот тут вступает в действие концепция, которая... концепция Москва-воркшопс, которая концепция сборов. Продолжим буквально через несколько секунд. Проект Москва-воркшопс был создан в 2012 году на базе МФТИ для подготовки студентов к Международной Олимпиаде по спортивному программированию. Проект включает тренировочные кемпы, онлайн-курсы, заочные чемпионаты, программы для школьников. В подготовительных сборах участвовали представители 167 вузов из 50 стран мира. Сегодня мы говорим о спортивном программировании у нас в студии Олега Христенко. А команды формируете вы, да? Команды... мы создаем тренировочную базу, мы проводим Москва-воркшопс, проводим тренировочные лагеря и у нас в МФТИ, и проводим их по всему миру. То есть мы просто подбираем задачи, создаем условия для тренировок, а, собственно, команды формируют сами тренеры. В команде есть тренер обычно, он приезжает, либо он работает удаленно. Потому что, в частности, проект Москва-воркшопс, он уникален тем, что мы, по сути дела, впервые в мире, да и в целом просто, к спортивному программированию, подход, который именно... именно подход к этому, как к какой-то единой системе, он в очень большой степени уникален именно для России. Потому что в остальных странах, которые участвуются в соревнованиях, довольно активно, сильная польская школа, сильная китайская школа. В Северной Америке это зародилось, первые несколько чемпионатов было, но там это все... это там очень, в основном, на любительском уровне. А мы профессиональный подход. Я знаю, что в этом году очередная победа наша. Да, в этом году очередная победа. Первое место заняла команда Московского государственного университета. Второе место заняла команда Московского физико-технического института. То есть это дубль московских команд. В прошлом году победила команда университета ИТМО. Не случайно эта концепция появилась, и это проходит в Московском физико-техническом институте, потому что еще с отцов-основателей, с академикой физико-технической, именно школа физтеха и система физтеха, это всегда было следующее, что студент, интеграция, широкая интеграция науки, учебных и реальных институтов, производства. То есть физтех отучился 4 курса и пошел на базовую кафедру, пошел там, пошел там, капеца, пошел там, в институт. Сейчас люди, даже не обязательно студенты физтех, не обязательно могут приезжать на эти самые сборы, на разные сборы, которые проводятся в Московском локшопе, тренироваться. Им читают лекции сильнейшие тренеры, которые, кстати, те тренеры, которые у нас читают лекции, которые у нас методисты, являются там, программный комитет. Это люди не только сотрудники МФТИ, МГУ, Высшей школы экономики, университета ИТМО, СПБГУ. Это люди-сотрудники компаний, это люди, которые работают в компании. Это практики. Практики. Но они готовы, они сами олимпиадники, им интересно также поддерживать эти образования. Они готовы приехать на сборы и прочитать лекции. То есть как бы сейчас в сравнении с системой, которая была до введения ЕГЭ, сейчас мобильность студента резко увеличилась. То есть что значит? Что если более-менее способный студент из, условно говоря, из Самары, из Саратова, он поедет в Москву. Шансы равны, да? И это стягивает людей в столице. И в какой-то степени проекты типа Московакшопс могут послужить выходом из этой ситуации, которая в какой-то степени реально проблема. Потому что, опять-таки, страна является настолько, насколько развит ее регион. Это точно. Да. И мы получаем ситуацию следующую. В чемпионате мира программирования ICPC в финале есть правило. Это не чемпионат стран. То есть страны, конечно, все учитывают, табличка. Это не чемпионат людей. Это чемпионат университетов. Поэтому система ICPC, приложение к нашей отечественной российской реальности, эта система стимулирует развитие регионов. Потому что человек может хотеть оставаться дома, учиться у себя, потому что у него будет шанс попасть на финал. Идея, вот интерес к карьере в спортивном программировании, он позволяет людям как-то оставаться в регионах, и тем самым происходит в Раду. Олег, насколько я знаю, у нас в России существует еще подобный мастерский на Дальнем Востоке, во Владивостоке, если не ошибаюсь. То есть это отдельный проект? Ну, что касается Владивостока. Во Владивостоке в этом году сборы были приобрели в первый раз. И они проводятся. Это часть нашего проекта Московоркшопс. Это полноценные сборы. И не только Владивосток, но и наших белорусских коллег в Гродно. Вот в ближайшее время, 23 по 30 июля, мы проводим выездные сборы Московоркшопс одновременно в двух концах бывшего Советского Союза. В Владивостоке и в Гродно. Скажите, а вы вот на своих тренировочных базах, турах, я не знаю, как это правильно назвать, в своих мастерских, я понимаю, что готовите к соревнованиям, чемпионатам, а вы учите студентов, или может быть это в университете происходит, зарабатывать? Учить студентов зарабатывать, учить студентов как-то, именно выбирать, как лучше заработать, уйти ли в устойчивую компанию, иметь стабильную зарплату, но просто как бы делать от и до, или рискнуть и сделать свой стартап. Многие сейчас хотят делать именно стартапы, как мне кажется. Ну, это да. А для стартапа нужны инвесторы. Ну, это да, собственно говоря. Во-первых, при крупных университетах, уже давно в бизнес-парке, в частности, руководитель проекта Московоркшопса Алексей Викторович Малеев, он одновременно в Московском физико-техническом институте проектов по международным делам, проектов по бизнес-парке, именно по бизнес-развитию студентов. И, во-вторых, можно сказать такую тенденцию, что, хотя я сказал, просто куча крупных компаний, не договорил, но в последнее время люди уходят, идут не в крупные компании, а много очень олимпиадников идет именно в стартапы, потому что олимпиадные – это именно умение быстро решать задачу, которую практически никто не решает, то есть умение работать в стрессовой ситуации. А именно это и есть стартап. И, по сути дела, очень много стартапов, очень много людей идут и в России, стартапы, очень много людей, в частности, и в Америке, стартап, например, Мем Сиквел, в которой чемпион мира из университета, Михаил Кевер, там, в частности, призер из группы, призер из Грузии, Никол Джимши Ваишвили, американец Давид Столп. Есть стартап, история, которая, я думаю, была, это наш россиянин, петербуржец Виктор Шаборов, создавал уже несколько стартапов с участием олимпиадников. В частности, первый был соревнован с участием людей из Одесского университета, это знаменитая Луксери, которая была подана снапчату, работать с изображениями. Сейчас он в Сочи делает новый инвестпроект, это проект по искусственному интеллекту, и там ЦО, выпускник фистеха Александр Машрабов, например. Какие из региональных университетов сейчас имеют наибольшие перспективы? Региональных, в смысле, не Москва и не Санкт-Петербург. Не Москва и Санкт-Петербург, да. Из региональных, ну, в первую очередь, все идут отметить Екатеринбург. В частности, чемпионаты мира по программированию два раза принимала наша страна. Чемпионат проходит каждый год, его каждый год принимают разные, он проходит в разных местах. Например, в этом году, в этом году чемпионат мира был в Пекине, юбилей Пекинского университета. В прошлом, еще были до этого в Африке, но два раза подряд, два раза подряд, ну, изначально Непр ездит только чемпионат в Соединенных Штатах. Потом, когда стало во всем мире, постепенно стало ездить. Он перемещается, да. Да, сейчас в связи с ситуацией с визовой политикой и текущей республиканской администрации, в прошлом году был чемпионат США, в прошлом, но там были большие визовые проблемы для части стран, поэтому как бы... А Россия принимала чемпионат? Россия принимала чемпионат два года подряд. Это единственная снаркомия США, которая принимала. В 2013 году Санкт-Петербург и в 2014 году как раз Екатеринбург. И более того, Москва в этом году подала заявку на финал чемпионата мира, и мы надеемся, что в 2020 году, что в 2018 году финал чемпионата мира по футболу, мы надеемся, что в 2020 году Москва примет финал чемпионата мира по программированию. А вот мне интересно, вот на футболе, раз уж мы так проводим аналогии и сравниваем с вами в течение всей беседы с футбольными чемпионатами, футбол, это эмоции, это крики, это и на трибунах, и на поле. А на чемпионате программирования спортивного вот есть такие эмоции? Или все гораздо спокойнее? Ну, на чемпионате мира по программированию одно из условий проведения чемпионата мира является следующее. Чемпионат должен проводиться в большом зале, в едином, то есть все люди сидят и все их видят. Решившие команды приносят шарики, чтобы с трибуны видели, что вот команда решила. И там есть трибуна, балкон. И вот когда сдают задачи, когда сдают задачи какая-то страна, радостные крики болельщиков этой страны. И вот, собственно говоря, когда в 2005 году был довольно-таки чемпионат Шанхая, и там лидировала команда МГУ с Петром Митричевым, очень долго сильнейшая, там это один из сильнейших участников, в Москве, сейчас работает в Гугле, в Швейцарии. И вот там и местные сдали две задачи в заморозку. То есть мы им принесли шарики, но таблицы не было. И обогнали. И когда принесли последний, такой крик в зале был. Когда во всех репортажах в этом сразу стало понятно, что сдали хозяева. Значит, в спортивном программировании тоже есть и фанаты, и... Ну, если в спортивном программировании появятся фанаты, то это значит, что мы преуспели в своего рода, так сказать, в рекламе спортивного программирования в том, чтобы это стало близко народу. Если это правильно подать, если об этом просто сказать, и если просто поставить широкий экран, то студенты университетов придут поболеть за... За своих. И вот так появляется патриотизм. Потому что патриотизм — это не только к стране, и не только, когда там наши играют в лждиках, а когда там патриотизм, он начинается с того, чтобы поддержать команду своего города в чемпионате, поддержать команду своего университета. И мне кажется, вот это более правильно, делать это с камней, а не строить дом с крыши. Олег, спасибо вам огромное за беседу. Спасибо, что рассказали и познакомили меня лично и многих наших телезрителей со спортивным программированием. Будем надеяться и ждать в 2020 году чемпионат в России. Надеемся, что Москва получит чемпионат. И я хочу пожелать вам как можно больше болельщиков, фанатов, и чтобы спорт, как вы сказали, стал популярным. Ну да, с вашей помощью, потому что достижения есть, интерес тоже есть, главное правильно подать. Это действительно востребовано. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в студии был Олег Христиенко, главный судья проекта Moscow Workshops ICPC. Олег Христиенко Продолжение следует...